Российский венчурный форум Проведение форума своей компании и стартапа представили тысячи людей. В этом году одним из ключевых мероприятий стало подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Уралхиминновация. Документ скрепили подписями ректора вуза Ленар Сайфина и генеральный директор компании Анна Нинахова. Подписывается соглашение между Казанским федеральным университетом и обществом с ограниченной ответственностью Уралхиминновация. Поздравляем участников с подписанием соглашения. Благодарим вас за внимание. Разработки специалистов вуза помогают в реализации сложных проектов. Компании Уралхиминновация представляет свою продукцию на международном рынке, что, по словам генерального директора, каждый день заставляет искать все новые решения для качественного и бережного производства. Подписание соглашения о сотрудничестве послужит установлению долгосрочных партнерских отношений и реализации совместных мероприятий, направленных на тестирование, подбор и разработку продукции, специализированной малотоннажной химии, а также на развитие иных перспективных направлений для нужд предприятий Уралхим. Это нас мотивирует каждый день искать новые продукты, новые технологии. Именно поэтому мы создали ренди-центр, где внутри разрабатываем эти продукты, а также мы активно работаем с научным сообществом, и очень приятно, что у нас уже есть положительный опыт работы с КФУ. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, а также предлагаем стажировку всем ребятам, выпускникам. У нас есть хорошие программы по развитию талантливой молодежи, поэтому всех ждем к нам в ренди-центр. Российский венчурный форум, десятки стартапов и компаний. Один из стендов представлен Казанским федеральным университетом. Проекты технологичных решений демонстрируют возможности импортозамещения от тяжелой и легкой промышленности до кулинарии, дизайна и медицины. На стенде Казанского университета были представлены опыта промышленной партии образцов, которые получены на новой экструзионной линии. Они могут применяться в различных областях промышленности. Их преимущество заключается в том, что это суперконструкционные полимеры, которые работают при высоких температурах и обладают уникальной химической стойкостью. Как раз на основе пленочных материалов будут получены мембраны для фильтрации отработанных масел при высоких температурах, где будут полностью реализованы преимущества этих материалов. Мы уже полученный полимер используем далее. Из него получаем, так сказать, полуфабрикат, то есть гранулят, из которого можно делать литьем изделия, либо филамент, из которого можно уже печатать детали на 3D-принтерах, или пленку уже, которую можно так в дальнейшем применять в электротехнике, как изолятор и прочие материалы. По словам Игоря Антипина, профессора химического института имени Бутлерова, важным компонентом успешной работы является кооперация, в том случае сотрудничество с индустриальными партнерами. Одну из технологий и установок суперконструкционных материалов коллеги из химического института создали за 20 месяцев. Это, по словам профессора, очень быстрый результат. Мы работали с нашими, я считаю, замечательными индустриальными партнерами. Это Ижихим. Это фирма, которая занимается разработкой оборудования. А второй наш патриот – это Ахмадулины, НТЦ Ахмадулины, которые занимаются реализацией химической технологии уже в реальном масштабе. Ну и Казанский университет – это фундаментальное исследование этих реакций и создание идей для получения тех или иных материалов. Отметим, что мероприятие проводится при поддержке правительства Республики Татарстан, и включает в себя ряд панельных дискуссий, пленарных сессий, разделенных по трем основным тематическим блокам, посвященным преимущественно вопросам технологического предпринимательства, венчурных инвестиций и обсуждению перспектив рынка. Завершится форум 26 апреля. Карина Саяхова, Тимур Табаров, Николай Осуховский – Универ Новости.